Приветствую вас. Во-первых, сразу хотел бы сказать, что вы достаточно правильно понимаете то, что у вас происходит. И, в общем-то, верно заметили, что вы не любите никого, ни любовника, ни своего мужа, потому что муж вам дает стабильность и защищенность, а любовник, соответственно, дает вам удовольствие, наслаждение сексуальное, ну и возможность подсчитывать себя женщиной, скорее всего, в строй. И далеко не в последнюю очередь. Он вам это дает любовник. И момент весь такой, что вы вместо того, чтобы признать тот факт, что в отношениях с вашим мужем у вас есть проблемы, Вместо того, чтобы признать этот факт, вы, по сути, выбрали бег от реальности, вы выбрали бег от проблем и начали замещать свою неволитаренность связью с любовником. То есть, в некоторой степени вы недостаточно честны с собой, в первую очередь. В некоторой степени вы не готовы брать на себя ответственность за проблемы. За свои проблемы. В некоторой степени вы не готовы решать свои проблемы самостоятельно. В некоторой степени вы боитесь определенных последствий, которые могут быть, например, в случае, если вы расстанетесь со своим мужем, если вы разведетесь с ним и так далее. Кроме того, к проблемам с вашим мужем привело не только и не столько наличие проблем в сексуальной жизни, К проблемам с мужем привело, на мой взгляд, отсутствие честности между вами и, значит, ну, недоверия. Плюс, на мой взгляд, изначальное непринятие себя, непринятие другого, точнее, не себя, а другого. Вы отказывались принимать его таким, как он есть, то есть эгоистичным и так далее. Он отговорился принять вас, такую, какая вы есть, а вы желаете более, ну, скажем так, более активного мужчину, да? Вы хотите, чтобы к вам мужчина проявлял больше активности, например, в постели, а он этого, соответственно, не делает. И вот вы друг друга терпели, надеясь, что каждый изменится, вот, но в итоге изменений все-таки не произошло, и вы, анализировавшись, стали искать удовлетворение своим потребностям на стране. Не сказать, чтобы это был уж совсем честный поступок именно по отношению к вам, как это видится мне. То есть, если мы говорим о том, насколько вы правильно поступили по отношению к себе, то вот, к сожалению, можно констатировать, что уже неправильно. Не заботитесь вы о себе, не цените вы себя, и, собственно, из-за этого обесценивания вы и начали встречаться с любовником. Потому что любовник дает вам то, что нужно, но то, что он при этом вас использует, и то, что вы для него не на первом месте, вас не особо волнует. Это говорит о уровне любви, вашей любви к себе, к сожалению. Это говорит о том, насколько вы себя цените, это говорит о том, насколько вы себя уважаете, и так далее. То есть, в общем, как вы, я надеюсь, поняли, ни о чем хорошем для вас это не говорит. Если человек о себе не заботится, то, соответственно, о нем мало кто будет заботиться. Поэтому я надеюсь, что вы этот момент для себя обязательно проработаете. То есть подумайте, в какой промежуток времени вы перестали о себе вообще заботиться и позволили ситуации вот так вот развиваться. То есть сначала вы позволили своему мужу себя отодвинуть, потом вы позволили любовнику использовать вас как, ну, только какое-то средство для удовлетворения своих, значит, сексуальных желаний, да, для решения своих сексуальных проблем. Это вот следующее. Далее. Нужно признать, что у вашего брака наметается кризис. И кризис серьезный. И что, значит, используя обман, вы только продлеваете агонию этому кризису, но не решаете проблем. И чем сильнее, тем дольше вы будете врать, чем дольше вы будете обманывать, тем больнее и ощутимее будет в итоге развязка, которая ударит не только по вам, но и по вашему ребенку. И об этом тоже нельзя забывать. О том, что у вас ребенок. И что вы несете ответственность и за него стоит. Ключевой момент. Это то, что ваш муж, как пишите вы, значит, так, вот сейчас я найду. Это, значит, вы пишите с вдохом. Муж вообще не нравится, бесит, он хочет получить интим через манипуляции. Вот, делаешь поцелуй. Дело в том, что у меня ребенок, маленький ребенок, быть не всегда есть силы на прелюдии. То я всегда его ублажал. У нас всегда было, пишите вы, то я всегда его ублажал. Вот вопрос к вам, а если вы его всегда ублажали, а почему сейчас-то перестали? Понимаете ли вы, что человек, он ведь думает как, мужчина, он думает как, что вот раз вы его ублажали всегда, ну, значит, это норма. Так и должно быть. И вы терпели это, и вы соглашались на это. А сейчас? Что изменилось? Почему раньше вам это нравилось, а сейчас нет? А если никогда не нравилось, зачем соглашались на брак с ним, зачем вы ходили замуж? А если перед самым нравится, почему терпите и продолжаете терпеть? Ради чего? Ради ребенка? Вы не делаете ребенку так лучше, вы делаете ему так только хуже. На самом деле. Потому что ребенок чувствует вашу несумервозность и сам тоже заражается ею. То есть это заблуждение считать, что вы делаете это ради ребенка и все хорошо. Это заблуждение. Тогда ради чего? Если у вас есть какие-то страхи, если у вас есть неуверенность в себе, если у вас есть сомнения, если у вас есть определенные убеждения на установке, то все вот это вот нужно разбирать, потому что вам что-то из этого только вредит. И вы сами себя загоняете в угол. Что вам для начала мешает мучу сказать, что вас не устраивает то, как он ведет себя в постепи. Физия и любовника, скорее всего, выбрали только потому, что он на фоне мужа вашего выглядит хорошим. Но сам, как человек, без фона он никакой. И это тоже вопрос, каких мужчин вы выбираете? Чем вы руководствуетесь при выборе мужчин? Как и на чем вы выстраиваете отношения с ним? Вот об этом и нужно подумать. Никакого натворения личности у вас нет, просто вы забыли, кто вы. Забыли ваши ценности, ваши ориентиры. Забыли свои идеалы и в какой-то момент у вас начала падать самооценка и уверенность в себе. Потому что вы перестали чувствовать себя защищенной, когда находится рядом с мужем. И отсюда вам понадобилось заводить любовника, потому что любовник через секс дает вам ощущение женщины в себе. дает вам возможность поддерживать себя женщиной и, возможно, поддерживать себя защищенной. Но если муж не дает вам это, если муж не удовлетворяет вас, зачем он вам, ради чего он вам? Ребенка? На ребенку мы не получили алименты и так далее и так далее и так далее. В среднем проблеме. Вот об этом подумайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду растонуть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok